Не так давно Генеральную прокуратуру попросили ответить, почему в Казахстане мы все смотрим агрессивную рекламу финансовых пирамид и ни разу никого за это не привлекли. Мало того, что мы не знаем, что ответила прокуратура, так сегодня все депутаты и вовсе ушли на каникулы. Это как минимум означает, что они не будут работать до сентября месяца. Сегодняшним пленарным заседанием, уважаемые коллеги, мы с вами завершаем работу Мажелиса в рамках первой сессии парламента Седьмого Созова. Соответственно, ответ Генеральной прокуратуры в ближайшее время точно будет оставаться за стенами Мажелиса парламента. Но мы смеем предположить, что за рекламу никого не будут наказывать. Во-первых, потому что за это прилетает всего-то административный штраф. И то, если протокол составят вовремя, то есть в течение двух месяцев. Иначе этого рекламщика, кто бы он ни был, попросту освободят от административного наказания. И это сейчас говорит о несостоятельности статьи 150-й кодекса об административных правонарушениях. Теперь можно предположить, что для простых граждан и предпринимателей придумают самые суровые наказания. А для тех, кого и так денег завались, делают вот такие поблажки и кучу дыр в законе. Можно зарабатывать деньги без рисков. Во-вторых, суду предстоит признать конкретную организацию финансовой пирамидой. Вот таких вот случаев, к сожалению, у нас настолько мало, что мы даже сейчас не можем вам привести такой пример. Ну и в-третьих, если даже самый суровый человек в манте ударит молотом по столу и вынесет постановление о наказании, то звезде рекламирующий финансовую пирамиду, если и дадут максимальный штраф, то он составит около 1000 долларов. Вот теперь сравним. За период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, как создание и руководство финансовой пирамидой. Размер ущерба составил, внимание, 8 миллиардов 545 миллионов 291 тысяча 645 тенге. У меня аж сердце останавливается между этими десятизначными цифрами. А штраф, мы помним и уже знаем, за рекламу этой деятельности составляет чуть меньше 440 тысяч тенге. Такая статистика на самом деле удручает. И как бы все по делу депутаты считают необходимым на базе Генеральной прокуратуры создать рабочую группу с привлечением представителей следственных органов судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, чтобы определить фактическую роль знаменитости в рекламе финансовых пирамид, узнать причинно-следственную связь между их участием в рекламе и наступившими последствиями, чтобы все это позволило им выработать поправки в закон о рекламе и в Уголовный кодекс Республики Казахстан. Но волнует другой вопрос. Почему мы об этом только говорим и говорим и ничего не делаем? Мой коллега Смагулов Кайрат этот вопрос ставил еще в 2019 году. Если вы помните, когда наш инстаграм заполонил лоховскими гивами и розыгрышами камри от наших казахстанских звезд. Тогда еще государственный орган обещал, что они этот вопрос отработают, внесут соответствующие поправки в законы и в ближайшее время этот пробел в законе не устранят. Но, как итог, вы все смеете наблюдать то, что у нас сейчас есть. И надеемся, друзья, что этот главный вопрос преступной рекламы финансовых пирамид, которую делают наши казахстанские знаменитости, певцы и звезды, не останутся обычной гнилью гражданской безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова